Кора березы Какая кора у березы самая полезная? Та, которая собрана с деревом в правильный сезон, а именно в самом начале сокодвижения в дереве. То есть именно сейчас, март-апрель, свежая перемолота в кашицу кора поможет при заживлении дерматитов и свежих ссадин. Особенности коры березы таковы, что хранить ее нужно только в прохладном месте. Полезные качества березовой коры. Лекарственные свойства коры березы многогранны. Ее применяли для того, чтобы избавиться от ломоты в костях, против перхоти, сальности волос, ожогах, потливости и в иных случаях в коре березы большое количество сильнодействующих бактерицидных средств, таких как битулин. И это неудивительно, если дерево не защищается, то оно становится добычей грибков и прочих микроорганизмов, которые его быстро съедают. Также в ней имеются и другие полезные вещества. По этой причине кору березы часто включают в состав различных фитосборов. Ее просто заваривают и пьют как обыкновенный чай. Чай из березовой коры восстанавливает силы, повышает общий тонус организма, улучшает аппетит и снимает головные боли. В некоторых случаях его применяют для рассасывания доброкачественных опухолей внутренних органов. Применение березовой коры в народной медицине. Итак, кора березы обладает противовоспалительным, мочегонным, ранозаживляющим, дезинфицирующим и в некоторой степени обезболивающим действием. Водный отвар и настой березовой коры применяют при простудных заболеваниях, лечении авитаминоза, кашля, язвенных болезней желудочно-кишечного тракта. Язвенных болезней желудочно-кишечного тракта. Многие спрашивают, как язву лечить желудочно-кишечного тракта. Пожалуйста, кора березы запоминайте. Кора березы просто незаменима при лечении гнойных, труднозатягивающихся ранах. Она не только вытягивает гной, но и убивает микробы, образующие гниение. Из этого свойства кору березы часто используют при вскрытии черев и разнообразных нарывов. Вспомните мазь вишневская, которую делают из коры, перегоняют в деготь и применяют для лечения нарывов и черев. Но тут при лечении черевиков я бы рекомендовал почистить кровь керосином или тадикампом или тадикларком. То есть все, что содержит керосин. Также прекрасно действует и тмин. Вы его пожуете и во рту ощутите вкус керосина. Я очень доволен. Также ее применяют в лечении малярии, водянки, подагры, чесотки, грибковых кожных заболеваний. Мазь от дерматитов. Столовую ложку порошка из бересты смешать с двумя столовыми ложками лимонного сока. Данное средство устранит неприятный запах потовых желез, а также зуд. Зуд помогает против кожной сыпи. Настой от ангины. Береста 300 граммов измельчается и заливается пол литра кипятка в термозе. Настоять час. Принимать по 150-200 миллилитров трижды в день. Курс до полного выздоровления. Заболевание мочевого пузыря и нарушение работы половых органов. Пить чай из майской березовой коры. Заварить как чай и пить. Курс 2-3 недели. Перерыв неделя и полторить. Противопоказания к использованию березовой коры. Не рекомендуется принимать березовую кору и препараты на ее основе одновременно с антибиотиками пенициллиновой группы и препаратами глюкозы, введенными внутривенно. При почечной слабости отвары и настои коры не применяется. Повышенная концентрация смолистого вещества будет еще более раздражать воспаленную почечную ткань. Применять березовую кору надокурсами, чтобы длительным приемом не ослабить мочеводелительную систему в целом. Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова